Могут ли в одном месте встретиться клоуны из деревни Дораков и женщина-лица из японских легенд? Оказывается, могут на фестивале аниме, прошедшем в Молдове. Запоминающиеся анимации и огромные глаза. Пожалуй, это первое, что приходит на ум, когда речь заходит об аниме. Дабы расширить познание, наша команда решила разобраться во всем изнутри. Это аниме-фестиваль, посвященный японской культуре. То есть непосредственно аниме. И мы также попытались ухватить онлайн-игры. То есть у нас в магазине продукция не только по аниме, по японии, но и по онлайн-играм. У нас косплей, люди одеваются в персонажи и показывают себя, потому что тоже отдельная часть этой культуры. У нас арты, люди художеством занимаются и, кстати, очень удачно. И зарабатывают над этим, кстати, хорошие деньги. А пока народ собирается, начнем рассказ с самого понятия аниме. Если смотреть на вопрос лишь с одной стороны, тогда да, это действительно мультфильм. Однако не стоит забывать, что за дело берутся японцы, вкладывающие особый смысл практически в каждое из своих действий. Так они поступили из мультипликации, создав для каждого возраста что-то свое. Но вернемся на Кишиневский фестиваль, где главными героями, без сомнений, были косплееры. Люди, выступающие в образах персонажей из любимых мультфильмов, кино или компьютерных игр. Я изображаю персонажа Аяна Мирей из аниме «Евангелион». Это первое аниме, которое я посмотрела, и этот персонаж как-то понравился мне. Самое сложное было найти парик. Парик я искала очень-очень долго и заказывать его очень не хотела. Но костюм заказала. И получилось, что прямо перед пестом мне удалось собрать костюм полностью. Сегодня Якицуне. Это персонаж из японской мифологии. Это дух лисы, воплотившийся в теле женщины. Мне нравится очень японская мифология. И этот персонаж, мне кажется, он немножко даже близок мне. Это кимоно я сшила еще в середине этого года. Я его сшила на протяжении около года, но с большими переменами. По переменам со школой, с обучением, с заказами по рисованию, с другими делами. И подготовка, честно говоря, очень долго проходила. Вчера самый дедуайн, самый конечный срок. Это персонаж из телешоу знаменитого. Деревня Дураков называется. Мне помогал мой брат, Марат. Подготовка шла очень утомительно и долго. Это, так сказать, ружье, оно ломалось раза три или четыре. Я, мягко говоря, уже достался его клеить. Буквально 10 минут опять клеил назад. Косплей – неотъемлемая часть культуры аниме. Это хобби, требующее и развивающее целый ряд навыков. От актерского мастерства до кройки и шития. Работа над созданием каждого образа требует по меньшей мере богатой фантазии. Как правило, в создании одного образа участвует несколько людей. Сама модель, швея, визажист и так далее. Однако наши герои справились совсем практически сами. И снова к самому аниме. А точнее, к первому знакомству с этим пластом японской культуры. Меня посадила подруга. Она меня просто взяла за руку и повела. Все, и это был мой день рождения. Все, идем, куда? Неважно, идем. Я такая, ладно, идем. То есть я пришла, я увидела эти горящие глаза, я такая, блин, ладно. И потом я уже, она мне посоветовала одно посмотреть, другое посмотреть. Я уже начала смотреть и уже втянулась в это все. Я не думала, что я так втянусь в это, потому что аниме, это стало, можно сказать, оно сделало мою жизнь. И все люди, которые меня окружают, это благодаря аниме, знакомству и фестивалям. Если знакомство с аниме вас еще только ожидает, советуем определиться, хотите ли вы посмотреть полнометражный мультфильм на полтора-два часа или надолго засесть за просмотр какого-нибудь сериала. Если вы решите взяться за полнометражные фильмы, то беспроигрышным вариантом будет начать с работ Хаяо Миядзаки. Его творчество часто называют вершиной развития аниме. Конечно, знакомство с этим видом мультипликации трудно уместить в минуты сюжета. Следующий шаг за вами. И кто знает, может быть, к следующему фестивалю аниме костюмом своего любимого персонажа обзаведетесь и вы? Субтитры создавал DimaTorzok